приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу свои впечатления и мнение про танк кировец-1 долго и мучительно брал на нем три отметки все-таки взял на последнем стриме было пять побед подряд со средуха 4100 ну и с такими результатами конечно любой танк поддастся и даже можно сказать что отдастся и три отметки можно получить не только на восьмерке но с таким результатом и на многие девятках но вся эта результативность которая была на последнем стриме и и не было вообще нигде ни на одном стриме больше это просто совпадение что много на стрельных боев сложились в ряд враги подставлялись было много тяжей и много боев против семерок в остальные дни такого количества боев против семерок не было играть было намного тяжелее и ситуации были сложнее но против семерок это танк норм и это наверное главная претензия к этому танку почему он не льготный если бы он был льготный мне кажется претензий бы к нему особо не было его можно было бы называть просто неприятным хорошим и льготным прям танком и все а так получается что это не хороший не льготный пока еще слава богу прям танк в общем жуть какая-то опытный образец этого танка был построен в сорок четвертом году но в дальнейшие какие-то разработки он не пошел поскольку было принято решение производить танки из 2 с модернизированным корпусом они вот этот вот кировец один кировец один насколько я понимаю это первая модернизация первая версия танка из 3 ну если он и в реале такой же как в игре то это жуть редкостная давайте посмотрим по броне 90 миллиметров нлд дает приведенки в ровном положении 190 если там доворачивать дай бог будет 200 с хвостиком не самая толстая но и не самая тонкая нлд такое себе лучше его прятать но почему мы сможем с трудом его прятать мы узнаем когда дойдем до орудия vld у нас 140 миллиметров что дает нам приведенки 240 250 если доворачивать там 265 примерно получается такой дырки в крыше как у из 3 здесь нету дверь в крыше у нас 50 миллиметров она не каждым пробивается по правил трех калибров а вот верхняя часть крыши башни там 30 миллиметров но в нее тяжело попасть а вот маска вокруг орудия расстроила там есть дыры по 190 миллиметров по 200 миллиметров и вокруг маски тоже есть дырки в щеках слева 200 миллиметров справа 225 также еще на крыше у нас имеются два подобия лючка они не прям лючки но это что-то такое типа основания лючка там 200 миллиметров что тоже могут пробивать в общем и целом что можно сказать по броне вроде бы во лбу она есть но очень часто пробивает маску даже может быть враги не всегда хотят ее пробить но так или иначе пробивали мне и в принципе часто иногда очень редко пробивает лючки чаще всего пробивают корпус стреляют в него крышка корпуса у нас 20 миллиметров пробивается по правилу трех калибров любым вообще стволом пофиг как он размера это не броня это фольга дно танка тоже 20 миллиметров это тоже туфта ну и самая наверное крепкая и фишка танка это борта под прямым углом борта у нас от 100 до 170 миллиметров смотря через что смотреть если в чистую броню смотреть то 100 миллиметров если через гуслю там 160 через экран и 170 при рамбовании очень легко сделать броню приведенную от 250 там до всех 600 миллиметров в общем и целом борт это самое крепкое что у нас есть но танк короткий это корпус у нашего киров c1 точно такой же один в один как у двустволки объекта 703 надеюсь не напутал я циферки название двустволки но проверять я не буду но вот у двустволки на один каток корпус длиннее из-за чего танковать и выезжать из-за поворота легче никаких скосов на жопе нету поэтому танковать обратным ромбом удобно но опять же корпус короткий перекрутить корпус легко и пробить в него тоже могут да и многие заряжают просто голду и там уже даже борта не выдерживают вот против восьмерок и семерок броня чувствуется но вот против девяток и десяток ощущение что ее нету поскольку мы переходим к орудию и офигеваем первое с чего офигеваем это увн а минус 5 градусов а пушка опускается вниз на 5 а с коротким корпусом это такое ощущение как будто бы ты на не валяшки играешь как ты не крутись на этих кочках а карты все у нас очень рельефные постоянно пушка задирается у венов не хватает играть реально тяжело но это еще не все сведение 3 секунды и одна десятая в 3 секунд как будто бы не хватило но это еще не все 0 45 точность и стабилизация одна из худших которую я видел в жизни это еще не все на пустом танке без экипажа dpm 1802 такое отвратительное вооружение еще нужно поискать в игре world of tanks и на восьмом левеле есть ли что-то хуже чем вот это это просто смех какой-то кривое косое без дпм а у венов ничего нет вооружение стрельба просто жуть это хуже некуда просто ужасно неприятно неудобно еще и супер слабо единственно что не подкачала это пробитие 221 под калибером что при точности стабилизации киров c1 под калибер стрельбу делает еще хуже хоть и пробития много и снаряд летит супер быстро там полторы тысячи метров в секунду до чоп он то есть она летит криво и подкалибер часто рикошетит в итоге стрельба просто жуть ну и кумулятивом пробитие 270 который понятное дело летит не быстро обычные фугасы про них даже нет смысла вспоминать еще и боекомплект не сильно большой снарядов немного не могу не похвалить динамику 42 километра вперед 20 назад динамика реально прикольная хорошая мощность двигателя нормально удельная мощность как для тяжа танчик ездит бодро ну и нищий обзор 360 метров если врежетесь в кого-то значит вы кого-то нашли вот и вся суть обзора этого танка пока в кого-то не врежешься не найдешь что касаемо полевой модернизации ставим проходимость грунтов улучшаем точность пытаемся улучшить обзор чтобы хоть какие-то циферки набирать ну и в принципе все это лично на мой вкус экипаж у меня был там многоперковый там около 7 перков все там было поэтому даже многоперковый экипаж этому корыту ничем не поможет что в плане оборудования играл я двумя сборками или даже тремя и ничего ему не помогает он все равно кончен этот кировец один я из-за калка филе этого играл что было много-много хп там 1800 обалдеть вообще никакого понту что есть у тебя это лишнее хп что нету все равно танк конченый я играл и со стабилизацией там два стабилизатора точность обалдеть все равно пушка кривая дпм а еще хуже еще меньше потому что там без досылателя вентиляции такое в итоге три отметки взял с обычным стандартным набором досылатель стабилизатор вентиляция я смирился с тем что танк конченый в стрельбе абсолютно полностью играть на нем неудобно неприятно я просто смирился и просто играл вот и все когда этот танк кидает в топ да на нем прикольно если карты не перерытые бортиком потанковать или от башни что у вас в маску пробивали к тому же этот танк стоит как три десятки 15 лямов серебра нужно было отдать в караване феврале 2022 года для того чтобы получить этот замечательный кировец один собственно это его первое появление в феврале в нашей игре и больше он нигде не появлялся я надеюсь и не появится такой уродец это конечно жесть если его пушку не апнут и не апнут значительно то лучше это никогда в жизни не берите это просто жуть я не танк он еще и не фармит нифига потому что под калиберами вы только стреляете рикошетами не пробитиями хоть и пробитие вроде большое аккумулятивами стрелять дорого тем более все летит часто мимо ничего никуда не попадает в изимой зоны большая часть снаряда будет лететь в молоко а за нее будете платить вот и получается что это прям танк который дай бог и в минус чтобы не ушел необходимость этого танка в ангаре нулевая стоимость его 15 миллионов не оправдана вообще по сути я когда набивал три отметки я даже в минус уходил то есть чтобы его получить я потратил 15 лямов и чтобы взять три отметки я еще там наверное пол ляма просадил в итоге я должен был за это нереальный кайф получить какой-то кайф был когда я его прошел и больше на этом играть никогда в жизни не буду с облегчением бросил это ведро с тремя отметками пусть пылится это единственный кайф что я больше никогда в жизни на нем играть не буду вот такой вот танчик кировец один если кто-то его не успел взять или хотел но не смог она вам и не надо с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока